Девальвация рубля идет полным ходом. Как говорят эксперты, национальная валюта за последние несколько месяцев обесценилась в два раза. Чтобы спасти рубль этой ночью, Центробанк поднял ставку рефинансирования с 10,5 до 17%. Что дальше? Внезапно ночное решение Центробанка, если оно будет одиночным, может добавить паники на рынке. Кроме валютного, теперь взорвется рынок ставок. Долговой рынок окончательно будет добит. Начальник дилингового центра Металл-инвестбанка Сергей Романчук. А известный экономист Михаил Хазин в связи с этим уже приготовил вопросы президенту, который разместил на сайте World Crisis. Политика денежных властей России последних недель нанесла серьезный урон не только реальным финансовым секторам экономики, но и десяткам миллионов граждан России. Как именно власть будет наказывать виновных в этом и как будет компенсировать этот урон? Только вряд ли он получит ответ. Официальный Кремль по поводу действий ЦБ комментариев не дает. Первоуральцы строят свои прогнозы, как будет дальше развиваться ситуация и что ждет в следующем году. Это очень ударит по всем. Подорожает что продукты питания? Все буквально. Потому что люди не смогут даже бытовую технику купить уже в следующем году. Потому что уже стали писать валюту, как говорится, на ценниках. Это о чем-то говорит. Действительно валютные ценники уже появились в столичных магазинах. До Урала пока это веяние не дошло. Тем не менее эксперты уже говорят, есть какое-то чувство дежавю. На самом деле ситуация очень опасная, она очень похожа на 98-й год. Что делать? Ну я не знаю, что уже поздно что-либо делать. Сейчас только остается расслабиться и наблюдать за происходящим. У кого есть деньги, те, я надеюсь, уже давно переложились в доллары. У кого денег нет, ну нет и нет. Девальвация, деноминация, зарплаты продуктами. Вспомнить все и заново пережить кризис. Как и что делать? Горожане говорят, что конкретного плана действий у них нет. У меня свой грузовик, я дрова возил, продавал. А сейчас что планируете делать? Ну и сейчас у меня есть свой грузовик. Перебьемся, да, конечно. А вот как думаете, ситуация будет хуже, лучше чем тогда? Ну, я думаю, не будет, как в Великой депрессии американской. У меня нет рецепта, я кредитов не беру. Вот мой рецепт. Кстати, ставки по кредитам вырастут. Скорее всего, это коснется не только новых кредитов, но и тех, которые банки уже выдали. Ведь кредиторам придется ничуть не легче, чем их клиентам. Банки будут банкротиться, скорее всего. Не сейчас, не сегодня, не до Нового года. А вот весной, а может даже уже где-то в январе-феврале, мы увидим череду банкротств банков. Безусловно, этот удар примет и малый и средний бизнес, который тоже зависит от кредитования. Сегодня в законодательном собрании уже обсуждают меры поддержки свердловских предпринимателей. Заодно парламентарии обдумывают, как заставить власти экономить. Нам нужно сокращать государственные расходы. Нам нужно совместить пост губернатора и пост председателя правительства. Нам нужно сократить у нас 8 вице-премьеров. Нам нужно сократить парк автомобилей. Более 300 автомобилей обслуживают правительство Сурдловской области. Тем временем, пока правительство думает, рубль продолжает падать. Эксперты пока не дают прогнозов. Когда же национальная валюта стабилизируется? Доллары и евро растут прямо на глазах. Сегодня доллар подбирается к отметке в 70 рублей. Евро уже перевалил за 80. Евро 85-50. Вас-то удивляет. Думаю, вообще страшное дело. Однако запасаться валютой первоуральцы не спешат. Я не обладаю никакими свободными деньгами. Я свободный, пенсионер. Самые счастливые сейчас у кого ничего нет. Поэтому нам бояться-то нечего. Вы как-то подготовились? Я нет. Нет? Нет. Но вы все равно планируете встретить кризис достойно? Да. Только это и остается делать сложившиеся ситуации. Ведь к концу дня евро стоило уже больше 100 рублей. Ведь, как сказал один французский историк, мир принадлежит оптимистам. Пессимисты – всего лишь зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова